добрый день дамы и господа сегодня я вернулся из леса и приглашаю вас в мир релакса и созерцания заваривайте чай не возбраняется остаграммится говорят что на воду огонь работающих людей можно смотреть бесконечно я бы сюда добавил еще что смотреть бесконечно можно на чужое барахло оборудование оружие да вообще на чужую жизнь поэтому устраиваемся поудобнее и начнем не спеша охота была традиционно хорошей с небольшими приключениями а скорее я бы назвал их геморрой чеками но она такая как есть и из песен слова не выкидывают она сразу пошла через жопу и сюжет я решил тоже смонтировать не совсем традиционно нет все будет не переживайте и дичь и трофей но пока я приехал домой вот я ловлю себя на мысли что сам по себе приезд домой это тоже приятная часть охоты дома вас ждут родные душ бритвенный станок жилет ровная кровать и чистое белье а еще я люблю вот до заезда домой разложить все по полочкам как будто завтра снова в лес хотя почему как будто сегодня вот вы еще после дороги на автопилоте усталость делая свое дело она не отпускает вы еще так туго соображаете но уже завтра вы опять снова захотите сесть за руль и вернуться в лес охота это наркотик болезнь или называйте как хотите один мой товарищ всегда говорит что сама подготовка к охоте ожидание охоты куда интересней самой охоты и я согласен с ним вот сейчас мы разгружаем автомобиль а до этого мы его загружали укладывали нужные вещи выстраданные полезные без которых нам не обойтись на охоте и берутся они тоже не из воздуха каждая востребована и ждет своего часа а сколько хлама отсекается в процессе и оседает в гаражах сараях дачах не поддается счету конечно же я как все тоже стремлюсь к минимализму но вот по правде сказать копать все же лучше лопатой и пить чай из чайника лучше чем из консервной банки помню как-то бабушка одна сказала сынки вы ешьте белый хлеб черного еще в тюрьме наедитесь отсюда и все это изобилие кстати я никогда не уделял особого внимания своих сюжетах шмурдяку ну думал у всех это по умолчанию все понятно попробую исправить это и еще вот этот автомобиль укомплектован оборудованием для всех видов весенней охоты сегодня это будет глухарь но я могу не перегружая его присесть запросто на тетерево на гуся на селезня одежда и сапоги просушены посуда до блеска помыто спальники и матрасы заняли штатные места сушилки коня помыли и пропылесосили бак заправлен под завязку к новой охоте готов вот о чем я забыл сказать вот каким бы матером лесовичком вы не были как бы вы не были упакованы по приезду в лес на реку в поле вы обязательно что-нибудь забудете очень важное и очень нужное как с этим бороться да очень просто ехать с другом желательно с таким же как вы сами и и вдвоем с двумя машинами набитыми шмурдяком вы неуязвимы это охота как-то сразу не заладилось погода была в эту весну особенно противной но в принципе она всегда такая но мы же торопимся жить нам не в терпешь нам всегда мало вот умный бы человек посмотрел бы прогноз погоды на неделю и поехал бы на 4 дня попозже я же смотрю прогноз погоды на неделю вижу что погода дрянь и еду в надежде что синоптики ошибутся в этот раз они не ошиблись приношу свои извинения за съемку такая погода мало располагает к творчеству ты виде аппаратура не сильно любит сырость но чего-то наковырял вот сижу леплю обустройство лагеря дело незатейливое при правильном подходе ну дело одного часа ну максимум двух отдали релакс не бывает плохой погоды на открытие охоты настроение всегда отличное но и костер он как магнит он центр лагеря а погода она влияет лишь на том как вы у костра сидите если такая как у меня то поближе жмешься за день я успел проверить брод через реку но в заброднях можно было перейти если аккуратно но я не учел 12 часового дождя впоследствии это сыграло со мной злую шутку 2 игрунка 3 вальшна по 8 часов 15 минут ловите лайфхак я уйду в два ночи а вернусь где-то часам к девяти машина без присмотра дорога вот так идет дорога а вторую камеру я поставлю на машину вот такой лайфхак парни конечно всех интересует быт а быт обыкновенный смотрите одер заднее сиденье снята так сейчас я сейчас я сейчас снята двухспальный мешочек так что у меня тут еще то запивал очка таблеточки от жадности для меткости и кардиомагнит экстренный случай влажные салфеточки что еще то ну вот по быстрому убегать тапочки все готов к ночевке ну конечно не могу себе отказать в удовольствии посидеть костра вы видите у меня снежок шестой между прочим lots и все старые салфеточки черных замороз ляк ляк лимон масло Ну что, добыли. Ну что, с приездом. Не светишь просто. Sorry. Вот сейчас с дымком, вообще, вот это. Красота. В творческом поиске. Нет? Да нет. Знаешь, я что думал. Вот дома макароны за деньги есть не буду. А на воздухе, у костерка, никто вкуснее еще ничего не придумал. Ночь, ливень, снегопад. Река поднялась на метр. Переходил вот под этой бредине. Утопил ружье. Сегодня будем моржевать и вызывать подмогу. Объяснение в протоколе в отделе ЛРО. Оставляем моряной и ким. Именно на этом ружье я крайне редко ношу погонный ремень. Я всегда его ношу в руках перед собой. Это позволяет мне очень быстро производить выстрел. Теперь я знаю, что это еще позволяет быстро утопить оружие. Стремнина, сырое бревно, взял ствол и кол, на которые опирался одной рукой. Меня качнуло, ружье выскользнуло и бултых. Сходил на ток. Первый раз в жизни у меня такое. У друзей было. Помогал доставать. А вот сам... Вальшнан. А вот сам первый раз попал. Ну пока не паникуем. Я говорю, сейчас за сутки, за двое вода бог даст уйдет. Сейчас спасателей вызовем. Может найдем. Геморрой и не охота вот этого. Вот так вот, парни. Веселья, конечно, мало. Но надо что-то делать. Очень хочу вам описать свои ощущения. Как ни странно, но особого огорчения не было. Я осознавал, что геморрой предстоит немалый. Но почему-то был спокоен. А потом случилось чудо. Ну вообще там была целая череда чудес. Но вот кто мог предположить, что у моего товарища уже несколько лет в авто лежит мощный магнит. В его авто много чего. Каких чудес можно найти. Но я и в самом радужном сне не рассчитывал на такое. Вы представляете, именно здесь и именно сейчас. Но это давало надежду. Первые попытки нашей рыбалки вы видите. Ну потом была удлинена веревка. И начался долгий и кропотливый троллинг. Забросов 50. А может и больше. Вдоль и поперек. Надежда гасла. Ну камеру я уже отключил. Мы протроллили все ниже по течению. Метров на 20-30. Я уже смотрел там поворот метров через 70. И уже собрались уходить. Но почему-то, не знаю, решили сделать пару-тройку бросков на удачу выше бревна. И я его зацепил. Представьте картину. Тянул. А там дно тоже все захламлено. То есть там ветки. Что мы только не вытаскивали. И вдруг из воды показывается кончик ствола. Магнит впился в мушку. Не в ствол. Не в планку. А в шарик мушки. И все это висит вот на одной точке. Я не сразу осознал радость и реальную удачу. Понимание пришло уже позже. Вот сюда заступай. Ну вот давай. Парни. Да все в песке. Набито наглухо. Но это все фигня. Вот представьте на секунду. Вот сейчас мое состояние. Ну вот сказать, что праздник. Ничего не сказать. Как же это. Найденное. Как заново купленное. Не. Ну вообще конечно. Неодиевый магнит. Думал. Уж проловили. Вот весь вот этот бачак. А оно. Как упало. Хотя при таком течении. Так и как топор. Что-то такое-то не очищается. Старичок. Еще повоюем. Парни. А вот человек, который несколько лет возит в машине вот этот магнит. А? Вот как так? С течения обстоятельств. Ну реально круто. Далее события развивались следующим образом. Как по взмаху волшебной палочки дождь закончился. Стало выглядывать весеннее солнце. Мы наскоро в четыре руки приготовили аскетичный мужской завтрак. Который состоял из хот-догов. Сосисок завернутых в домашние блины. Усилили все это парой куриных яиц. Потом было чаепитие с домашней выпечкой. Икру ели. Предварительно отключив камеру. А омары вот у нас пропали. Рядом был муравейник. А муравьи их освоили раньше. На весенней охоте по боровой дичи график сдвигается. Охотники ведут больше ночной образ жизни. Мы отправились спать в отличном настроении. Мне приснился начальник моего отдела ЛРО. И хотя мы знакомы с ним сто лет. Мне показалось что он был слегка раздосадован. Время 10.32. У нас традиционно дождь со снегом. Утро у меня было насыщенное. Мы с моим товарищем удачно сходили на рыбалку. Оружие приведено к бою. Покушали вкусно. Вот все пытаются снять какой-то экстрим. Там что-то это. А меня интересует больше быт и комфорт. Вот сейчас мое состояние близкое к комфорту. Сейчас у меня два с половиной часа здорового сна. Потом мы идем строить переправу. Потом я поставлю скрадок товарищу на Тетеревов. Ну а сам возможно схожу на подслух. Я не знаю говорил или нет. Вчера вечером я видел 9 вальшнопов. Утром 3 или 4. Ну у нас впереди глухари. Потеряли мы утро. Но это не страшно. Пойдем сходим на ток, на подслух. Ружье не взял. Думаю, лучше с медведем договорюсь, чем еще раз утоплю. Вот когда выпадают такие солнечные окна, нет ничего лучше. И дороги становятся короче. И все внутри вас поет. Но все на этой земле имеет свою цену. В моем случае это был клещ. Укусивший меня, стыдно признаться, чуть выше попы. Вроде бы я от него убегал. Получается. Но это тоже не беда. Страховка от укуса клеща дает уверенность в том, что вас похоронят с оркестром и даже попытаются лечить. А вот три таблетки азитрокса – это реальная блокада от болезни лайма. Энцефалит в данной местности – большая редкость. Вот мы и пришли. Время с запасом. Время 18-20. Ну, надо обойти, посмотреть, чего здесь как. Пошел я. Как все меняется. Вот не было вроде совсем чуть-чуть здесь, а все по-другому. Кстати, ну, вот так кружок нарезал, одного с пола поднял. А помета под деревьями немного. Лишь бы не как в прошлом году. Ну, поздно открыли вот. Посмотрим. Вот что думаю. Ну, вот надо что-то говорить, рассказывать. А на самом-то деле все одно и то же. Как и пять лет назад, как и десять. Я думаю, как и сто, и двести, и триста лет назад. Приходят мужики. Садятся и слушают. Много. Ага. Ваша. Помогу. Иiğ. Ваша. Ваша. Их. Их. Продолжение следует... 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 Ну, в эво-сапогах мне такого не удается По одежде Ну, вы обратили внимание, что чаще всего я в суконках Для чего это? Вот когда идешь по току Ну, обязательно, вот, елочка Она по тебе так стяганет веточкой Вот если ты в балоньке в какой-нибудь Этот хлесткий удар слышно, ну, мама, не горюй Суконка скрывает звуки Брюки и сукна тем более Но это больше для педантов Кто глухаря, за хвост поймать хочет 40 метров Не подпороли Так и остался Сейчас хочу вон туда Сейчас хочу уйти Метров-то сто тот угол Послушайте Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Есть чуть-чуть глухарика Ну, что утро покажет Хотя погода, погода Завтра опять дождь, ветер обещают Не хочу сидеть дотепно Потому что потом, чтобы ноги не ломать Сейчас пойду У меня еще речка моя любимая Пошли Пошли Вот тот самый момент, который ждешь С нетерпением Вы подошли Глухарь рядом И как только его станет видно На фоне неба Вы нажмете спусковой крючок И с треском, ломая ветки Полетит вниз ваша добыча Но время не спешит Это когда вам с утра на работу В 7 часов 00 минут Расцветает мгновенно А когда вы под глухарем Ох, как медленно летит время С этим петухом мы пили кофе И курили почти 2 часа Это молодой глухарь Он еще только распевается Песни его коротки И прерывистые Но раз уж подошли к нему Первому Не уходить же Ружье может работать На час раньше, чем видеокамера Ну это так, к слову Но сегодня никто не помрет Настроение у меня было такое А когда берешь на себя Функции Бога Кому жить, а кому в чугунок попасть Мысли в голову лезут высокие Вот сейчас нажму гашетку И кина не будет Молчун сидит, покряхтывает Вы все слышали про красную книгу Некоторые даже в нее заглядывали В нее заносятся редкие виды птиц и животных Некоторые на грани вымирания Глухарю до нее далеко Глухаря в России предостаточно В бредни про его сокращение я не верю В сокращение людей, кто знает и может так охотиться Верю А вот сокращение популяции глухаря нет А ведь у меня тоже есть красная книга Только своя И я сам вношу в нее виды Которые я не буду добывать И растет она с каждым годом Кто-то попадает в нее Потому что я, по моему мнению Исчерпал свой лимит Свои квоты на добычу этого вида Кто-то потому, что я не ем его мясо А кто-то наперекор всем Потому что я другой И мне кажется, что это хорошо Что вы сами добровольно Своим умом Устояв перед соблазном Можете установить себе табу На тот или иной вид зверя или дичи На нормы и квоты отстрелов Когда сам себе говоришь Хватит Это звучит в разы лучше, чем запрет От охот департамента И именно поэтому Зверь в России Не переведется никогда А не от запретов И указов губернаторов Дистанция до птицы 23-25 метров Жаркой песни я так и не услышал Но насмотрелся вдоволь Надо вот сейчас сокращать кадры А не хочется Давайте еще задержимся на полминутки Но ведь это и есть Визитная карточка русской весны Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Улетел Ну сколько можно мучить-то его Еще один Пустыми из леса возвращаются Только блаженные Нет трофея Есть альтернатива Строчки Если вы их не пробовали Лучше и не начинайте Форма этого гриба Явно говорит Что это гриб Для умных А дальше Все как положено По жанру Выживаем Снова бытовуха с охотой Приготовление Скромного обеда В четыре мужские руки На охоте Происходят удивительные вещи Суровые альфа-самцы Суровые альфа-самцы Которые дома Даже пульт от телевизора В руки не берут А зовут жену Переключить канал На телевизоре Превращаются В шеф-поваров Пусть неровно Пусть неказисто Пересолено Переперчено Подгорело Непроварено Но всегда Почему-то Безукоризненно Вкусно Вот такая она Мужская кухня Напрочь Не стыкующиеся Ингредиенты На домашней кухне На охоте Становятся Вполне приятными Я своими глазами Видел Как тульский пряник Ели с кабачковой икрой Ну а доширак С сосисками И майонезом Это классика Жанра Которая может Поспорить С любой европейской Кухней Сегодня В меню Выживальщиков Было Грибы отварные Обжаренные В растительном масле Салат Закуска Зеленый Картошка Жарено-тушеная С язычками Вальшлопов Черно-смородиновый Сок На меду Домашние Соленья Черный Дарницкий Хлеб К десертам Даже не притронулись И снова Глубокий здоровый сон И ночная Побудка Докладываю Ток живой В прошлом году Мы плакали, что Такуют плохо Было 4 петуха В этом году 5 Я точно знаю Это и 5 Петухов Которые Как привязанные На подслух Прилетают На одну группу Деревьев Утром Там же Их и находишь Это 5 А сколько Я еще Два-три Не слышу Там молчаны Какие-нибудь Ток живой Можно Взять Петушка Добыть Петуха Не сложно Атаковать Начинают Рано Где-то В 2 В 3 В 15 В пол Четвертого Замолкают Подходишь Спокойно Все видно Уже на силуэте Небо Силуэт видишь На небе Стрелять можно Но жаркого Атакования Такого нет Проходил Под одним Посмотрел На второго Посмотрел Почему не стрелял Законный вопрос Ну наверное Самое главное Потому что Хотел убедиться И четко посчитать Сколько петухов На таку Ну вот 5 Петок Для наших Места Это нормально Второе Почему не стрелял Ну хотелось Наверное Возможно Перед вами Погорцевать Снять Все красиво Я говорю Ну в полчетвертого Видно его хорошо А камера Бессильна Ну и Чисто практично Мне домой Не сегодня Ну в багажнике Валяться Несерьезно Вот такой ток Петухат мы Своего возьмем Однозначно Ну вообще Это здорово Вот эти Утрянки Вот когда Солнышко Сейчас выходит Хорошо Сейчас пойдем В лагерь Позавтракаем Ну а завтра Вот там Перед отъездом Пойдем Может Дунем Петушка Что такое Не везет И как с этим Бороться Вот Гидромедцентр Он никогда Не ошибается В прогнозах Он ошибается Во времени Когда будут Эти прогнозы Дождя не обещали Дождь бьет Зарядами Да и такой Проливень Вот у меня С собой Четыре куртки Все мокрые Плащи Все хоть Выжимай Что делать У нас Сегодняшняя Вечерка И утрянка Ну никуда Не пойду Друг поехал Искать интернет Здесь недалеко Километров Двадцать Ну а я сейчас Машинку натоплю И кормлюсь Спать Хоть высплюсь Но На утрянку На ток Все-таки Доползу Посмотрим Как оно там Выйдет Я говорю Лишь бы вот Ветра не было Дождь Хрен с ним Субтитры Субтитры